Всем привет, я Давид Хачалава, футболист Шахтера. Смотрите, что мы будем готовить в X-Sport Vlog. Меня в городе, наверное, 10 из DC спрашивают, как там в Батуми, хотим там слетать. Так что, если я думаю, что если какой-то бизнес открыть в Грузии, то я могу украинцев заводить туда. А какой у тебя характер, темперамент, может быть, ты чувствуешь, что ты грузин? Ну, я не знаю, я сам не служу за себя, но говорят, что я чуть-чуть пылкий. На поле ужасный, на поле, я не знаю, иногда выхожу, сам как-то стыдно становится. В основном с судьями очень много разговариваю. А украинцы в Шахтарине такие темпераментные, как ты? Ну, как темпераментные? Это, наверное, нервы больше. И есть парочка таких, особенно, я думаю, Степаненко нервный тоже, как и я. И в основном остальные спокойные. Сейчас в этом сезоне, не знаю, сам удивляюсь, наверное, чуть успокоился, но в прошлом сезоне у меня и позапрошлом сезоне у меня где-то, наверное, желтых 15, наверное, только из-за разговоров и из-за моих нервов, которые ненужные были. А что тебе Фонсека по этим кажут? А я когда в команду пришел, мне в первую очередь это говорят, что у тебя все есть, там, все качества есть футболисты, но у тебя с головой чуть-чуть проблемы. Иногда бывает, допустим, какой-то спорный момент, я хочу к студенту подбежать, я бегу пару метров и возвращаюсь обратно и сам с собой разговариваю. То есть я раньше подбегал и грубо говорил, сейчас я подбегаю и такой, ну почему? Мое мнение, что не было фола. Давайте обсудим. В детстве ты был Шебай-голова? Нет, я был непослушным, конечно, и очень активным был. И поэтому, я думаю, меня в спорт отдали, чтобы избавиться на пару часов. А там сусидам в окна выбивал по мячам? Были какие-то смешные випадки? Были. Руку ломал своему другу мячом для футбола. Окна, конечно, в школе ненавидели нас. В принципе, такие были эпизоды. И что с этим другом потом было? Ну, с другом он скоро закончил карьеру, естественно. Каладзе для Грузии, это как Шевченко для Украины? Конечно, так же, потому что я думаю, что это почти невозможно выиграть двое великое чемпионов и играть. Ну, он играл за великий клуб и все его знают, все его любят. В детстве я не понимал, что такое клуб. Я мечтал играть в сборной Бразилии, если честно. Это паспорт просто папа не сделал. Я всегда чувствовал себя бразильцем просто. Не, потом, конечно, у меня в детстве мечта была за Динамо от Пилиси, потому что грузинская самая большая команда. Какие в тебе еще были мечты? Вообще, у меня тяжелое детство было и мечты не было. Да не знаю, я в детстве мечтал стать футболистом. Для меня это было главное. Потому что утром я просыпался, брал мяч, шел во двор. Ну, в школу не ходил, понятно, папа не знал и мама не знала об этом. Прогуливал, но целый день играл в футбол и для меня это было какая-то целью. И я очень рад, что играю. А за украинскую команду следковал? Взагалі, знал, что… Ну, конечно. У меня друзья играли в Украине. Тот же Кабахидзе или партия. И следил всегда. И когда появился вариант с черноморцем, я был очень рад этому. Я думаю, что это шаг вперед и оказался прав. То есть перейти с грузинского чемпионата в украинский чемпионат – это как по-честно для Грузии? Да, потому что я думаю, что уровень Украины, даже при том, что сейчас чуть уровень падает или упал и сейчас поднимается, отличается от грузинского. И тут, во-первых, физически другая игра. Во-вторых, регулярно украинские команды в Лиге чемпионов играют. Зарплатнями, как в Грузии? Вот что может себе позволить средний грузинский футболист? Немного, скажем так, даже по сравнению с нашим чемпионатом. Но сейчас, 3-4 года назад, очень много изменилось. Федерация какую-то программу сделала, что каждый клуб получает определенные деньги. А другие уже сверху, если инвесторов каких-то находят, то это нормально. Но я думаю, что даже не сравнится с чемпионатом Украины. Ну, я говорю про лидеров. Украинские футболисты имеют больше зарплаты, чем грузины? То, что я видел в Черноморце и то, что я видел в Шахтере, то я думаю, что это совсем другие вещи. Так что я не знаю, с кем сравнивать с Черноморцем. Я думаю, что небольшое отличие. В Черноморце знаю, что были какие-то финансовые проблемы. Да, последние 6 месяцев, допустим, я без зарплаты играл. А они тебе борг вернули? Договорились, что я половину оставляю, а половину вернули. Шахтер – это сложная команда для тебя доводилась града в плане по навантажениям? Конечно, потому что это совсем другой уровень. Если я в Черноморец пришел, мне там чуть-чуть тяжело было, потому что физически очень отличается. В Шахтере я был сам в шоке, потому что первые 6 месяцев пытался понять вообще всю эту систему, потому что настолько высокий уровень, что надо перестраивать вообще все. А что в Грузии говорят про украинский чемпионат, про украинский футбол? Ну, я думаю, что все согласятся в Грузии со мной и все так думают, что тут есть несколько команд, которые играют на очень высоком уровне. То есть Лига чемпионов, Лига Европы и в Грузии нету. Таких команд очень долго нету, которые проходят в групповую стадию. И все согласятся, что хороший уровень тут. В чем вообще проблема грузинского футбола? В первую очередь, я думаю, что это одна из главных причин, я думаю, это финансы. Потому что все понимают, что не только зарплата делает эту разницу. Просто сколько у клуба, допустим, полей тренировочных, сколько массажистов, как они восстанавливаются, какая база. То есть все это делает очень большую разницу. Первая игра моя в Лиге чемпионов, я когда гимн услышал, я думал, что, я не знаю, просто стоял и думал, может уйти сейчас. А потом, когда игра начинается, уже, наоборот, удовольствие получаешь от этого, что играешь с хорошей командой, болельщики пришли поддержать. То есть в чемпионате сейчас чуть-чуть по-другому, меньше людей ходят и не такой, так сказать, драйв. У тебя была лучшая статистика до того, пока ты не перейдешь до клуба «Шукура». Да. У меня не выходило, во-первых, то, что я играл на другой позиции. Я был бы атакующим. И, мягко сказать, это не мое. То есть я, ну, быстрый и в единоборствах я сильный. Но атакующему это вообще не надо. Мой тренер детства – это муж моей крестной, папа моего друга. Очень близкий мне человек. Я с ним рос с шести лет. И мне где-то четырнадцать или пятнадцать было. Он меня позвал домой, говорит, надо с тобой поговорить. Ну, я думаю, что, не знаю, что-то по-футбольному или просто так набихать. Потому что бывало такое. Ну, бывало, да. В роли второго папы был. И он говорит мне, что надо что-то поменять. Ну, и обычно он так разговаривал с теми, кому он говорил, что давай заканчивай футболом. Лучше. Для тебя лучше будет идея. Ты думал, что это как бы винная клыча? Ну, я думал, что что-то другое. Он говорит, давай попробуем тебя центральным защитником. Потому что у тебя есть все качества и надо попробовать. А я ему настолько доверял, что, не знаю, на второй день я уже тренировался центральным защитником. И первые пару месяцев очень тяжело было. Потому что я вообще не понимал, как двигаться, когда что делать. Но после этого постепенно легче стало. И после этого моя карьера пошла вверх. Какие лизы ты бы хотел себе спробовать в европейской? В Англии 100%. Если поменять клуб на шахтер, если поменять на какой-то клуб и перейти, то в Англию была бы моя мечта сыграть. Потому что, во-первых, каждая игра очень напряженная, хорошая. Поленщики вообще другого уровня. Стадионы. И какой-то праздник, мне кажется, каждая игра. В 2013 году ты играл в лизе Европы за Динамо Тбилиси против Тоттенхема. Вышел тогда на замену в Англии. Помнишь тот день? Да, помню. Потому что, во-первых, я тогда еще очень молодой был. И даже помню, как они на жеребелки попали нам. Я думал, что что это, наверное, дубль какой-то будет с нами играть. И играл в основе, да? Да. Кейн играл в первую игру, по-моему, тоже свою. Или вторую. И первый хороший опыт был. Первый раз я увидел, что на стадионе столько людей ходит, что так любят футбол, так болеют. И тоже, наверное, какой-то стимул дало, чтобы продолжаться пытаться. У тебя была возможность… Наверное, ты стажевался в «Спартаке», да? Да, я был там. Згадаешь что-то с того часу? Что тебе вразовало? Да. В первую очередь, меня там удивил вот этот уровень. То, что там футболистам, не знаю, у них просто… Из-за того, что все знают, что в Москве большие пробки, им давали, так сказать, минивены. И в минивенах просто у них такие… У них машины, да? Да. Диванчики, кровати такие, чтобы они в пробки не уставали. И приезжали на тренировку свежие. Ну, я просто предложил там, что буду жить там несколько недель. За два года в «Шахтаре» чувствуешь, что прогрессуешь? Да, я не чувствую, я знаю это. Потому что, как сказал, первые шесть месяцев мне очень тяжело было. А сейчас, когда я уже каждую игру играю, намного уверенности прибавляется. И я знаю, что я понимаю тактику. И я думаю, что с каждой игрой буду становиться лучше. А когда Ракицкий пошел, то фактически на твоей линии ты единый, да? Залишився? Нет, я бы так не сказал. Есть Ордец, есть Матвенко, Криво. Но все равно. Ты чувствуешь за себя какую-то ответственность? А может, это шанс еще больше себя рекомендувать? Ну, конечно. Все знали, что Ракицкий – это очень большая потеря была для нас. Но кому-то надо было играть. И, конечно, я чувствовал повышенную ответственность, что я должен быть на этом месте. А когда Ракицкий пошел, что в клубе сказали про него? Удачи ему пожелали только. Потому что я думаю, что это футбол. Конечно, у всех есть свое мнение, в Россию ехать или нет. Но у Ярослава, во-первых, есть семья, которую он должен прокормить. Во-вторых, чемпионат, не знаю, я думаю, что не меньше уровня точно. Боленщики больше ходят. Он так решил, и это его делает. А помнишь, Грузия так уж проживала деякие військовые часы, как сейчас проживается Украина? Тут очень долго длится все это. И, во-первых, в Грузии, да, тоже мы потеряли территорию. И все до сих пор сегодня, не знаю, вспоминают или, как больше сказать, болеют. Ну, больно им за это. Но когда вот последний раз в 2008-м было, все настолько быстро произошло, что никто не понял вообще. Три дня буквально угрожали уже, что они будут в Тпилиси заходить. Танки уже стояли возле входа в Тпилиси. Семья моя была в Западной Грузии. Там 400 километров в Батуми как раз отдыхали, а у меня сборы были в сборной. И оказалось, что между нами просто война идет. И там танки, и они не могут выйти. Я тоже не могу туда поехать. Так что как-то нервное очень состояние тогда было. Но это боль остается больше то, что мы территорию потеряли и людей потеряли. А так, чтобы ощущалась именно сама ситуация после, то нет. Мы похожи чем-то. Потому что ситуация сейчас складывается аж в одинаковый от одних людей. А кто твой наибольший товарищ в команде або, возможно, в других клубах? Так, к сожалению, Виктор Коваленко. Я его очень люблю, но бывает его клинин. Он популярный человек, у него времени нет. Не, пытаемся там на обед выбраться иногда после тренировки. Вечером футбол можем посмотреть вместе. Гравцы Динамо и Шахтаря. Ты бачишь между ними, как они конкуренти на поле? Чи спокируются они вне поля? Конечно, у нас на поле война. Когда я на поле выхожу, я ненавижу все Динамо. И я хочу у них выиграть и выйти с игры. Но после игры все это заканчивается. И, не знаю, конечно, есть какие-то конкуренции, скажем так. Но общаемся все нормально друг с другом. Допустим, я знаю, что Кривцовы, Сидорчуки, Кумавиапа. В личной жизни тебе, может, человек понравится, с ним дружишь. Но когда вы на поле выходите, особенно один в футболке Динамо, другой Шахтера, то там уже дружбы нет. Скажи, а как же это в команде? У нас вообще веселье в команде. Например, Кривцов такой, сейчас мне смешно. Вот рассказываешь, не так смешно. Но на месте очень смешно. Кривцов у нас всегда шутит. Бывало, что он скотчем заклеивал тапки, выкидывал кого-то. Или кудрику, машину отогнали. На базу он приехал, только купил машину. И с ним пошутили, что типа украли там шесть МАЗД. И он приехал на базу, заходит в раздевалку. Пацаны, когда тренировка была, взяли ключи и отогнали его в лес просто. И он уже собирался полицию вызвать, когда ему дали ключи. Он полицию вызвал, я скорую. Сейчас мистеру подарили очень классный подарок. На день рождения, там носки, бутсы старые, порванные. Кроссовки я подарил, один кроссовок точнее. Ну и принесли луи витон, сумку купили всей командой. И достали эту сумку и просто в пакетик положили все, что нельзя было. Там не надо было воду, бананы. И он такой, спасибо, спасибо. Открыл, потом говорит, что это такое, где мой подарок. Пятый, сильно кричит на защитников? Такое бывает иногда его тоже. Ты же стоишь как бы попереду. Ближе всех, да. Больше всех, по-моему, нам достается, если ему кричит. В раздевалке мистер обычно разговаривает. А Фонсека учить своих центральных защитников к первому пасу? Ну да. Во-первых, он, я думаю, грубо сказать, он помешан на тактике. То есть он любит контроль, он любит, как команда перестраивается, как команда бегает. И у нас за неделю, наверное, четыре дня только тактика. То есть куда отдавать передачу, как отдавать передачу. Мы все это отрабатываем каждый день. А кто из форвардов в Украине Туби найнеприемнейший? Ну вот я один раз играл против Калинича. Очень хороший нападающий. Он как-то двигается всегда за спину. Против Морайса тоже очень тяжело. Когда я в Черноморце был, просто перед игрой я ненавидел его. Думал, ну только не он. Потому что они какие-то охотники. Знаете, у них чувство другого меча. Они за любые мечи борются там. Кто в Шахтаре? Модник. Модный? Не им пытается. Крайше всех готую. И я. Семьянин. Степаненко. Читаю много книжок. Степаненко. Душа компании. Сергей Кривцов, наверное. Да с ним просто всегда весело. Он тоже там любит, не знаю, посидеть с кем-то, просто поговорить. Даже перед тренировкой. Крайше всех грают головою. Ну, я как-бы скромный человек, но я. А кто, больше всего, такой задрот в соцсетях? Виктор Коваленко, конечно. Он просто, не знаю, надо ему где-то пять телефонов иметь. А кто самый такий тихий, мочаливый? Исма. Миллион процентов Исма. Да? Я, наверное, за два года, я Исму очень люблю. Он очень хороший человек, но я его голос слышал три раза. Ну, и последний агрессивный, ну, такой, какой-то запальный, возможно. Ну, Степаненко. Ну, Илья. Берем тесто. Угу. Ложим фарш и берем. Смотрите, смотрите на мои пальцы. Да. Я один палец ставлю, вот, типа, как бы, внутрь, можно сказать, а второй здесь. Угу. Ну, и получается, тесто налаживаю на палец. Угу. И зажимаю. Тесто на палец и зажимаю. Тесто на палец и зажимаю. Ну, и так получается, по кругу мы идем. Ну, и потом, получается, зажимаем вот так. А, отлично. Потом вот так, ну, головка вот так, обрегается, и все. Так, хорошо. Ну, давай. Ну, все, типа. Берем фарш. Да. Так. Вот так? Да, да, да. Вот так. Да, да, вот так. Чуть-чуть глубже и ровненько, да. Да. Ну, тоже. Смотрите, заворачивайте отсюда. Да, вот, 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 вот. И все. Вот так? Да. И теперь зажимаем головочку. Поднимите вас. Угу. И у нас есть победитель. Так? А, окрой. Так, супер. Так, супер. И так. Мастер-класс. Угу. Вот. Вот. Так. И вот. Ага. Вверх-вниз, вверх-вниз, походу. О. Только не сильно большие делать. Ну как? Так, все. Угу. Все. Супер. Так, хорошо, давай теперь ты. После тебя. Давай. Да я просто так сворачиваюсь. Ухали без мяса. Давид, как дела? Не знаю. Я напряженный чуть-чуть. У вас самое красивое, вы что? Лучше всех. Все. На, помоги мне тоже. Да, хорошо, я с удовольствием. Ну такое. Так, все. Ну придется так покушать. Ну или так берешь. Да, беру. Сначала. Угу. Ммм. Откусываешь вот так. Угу. Потом надо сок выпить. Угу. А микрофон можно высказать? Я оказывается очень соскучился в техникале. Смотри, самое главное, чтобы была как сумка, чтобы сок не вытекал туда. Мне кажется, вот это моя была. Да, оставили твою, не сказали тебе, чтобы ты узнал. Так, вот это твоя. Да, наверное. Хочем, чтобы вы скуштовали мою и нашего гостя. Ваша вот эта, наверное, самая маленькая? Самая красивая, да. Да, самая красивая. Давайте я сейчас попробую. Без перца? Хорошо? Да, хорошо. Всем большое. И ваша, да? Да, и вы должны оценить, как было краще. Ваша, ваша, ваша. По-моему, вот эта. Да. Ну, ваша даже хорошая. Так, что, в принципе, было одинаково. В общем, за 10-балльной шкалой сколько дадите мне и сколько дадите Давида? Ну, вам 9, а вам 7. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо большое. Что ты мне скажешь? Что ты мне посоветуешь? Как в дальнейшем готовить? Я тебе посоветую, в дальнейшем я буду, если что, в грузинской кухне готовить, а ты уже пасту, там, ризотто, не знаю. Или в ресторанах. Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пригласила. Спасибо. 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 Спасибо.